Здравствуйте, друзья мои! Всем привет! Простите, что я пропал, у меня была куча студентов, но все равно кое-что интересное я вам сегодня приготовил. Я давно слежу за творчеством одного молодого морпеха, бывшего американского морпеха, который в ютубе называется Bright Inside. Он занимается вот этим вот удивительным местом. Вот если мы посмотрим на карту Африки и увидим здесь огромную-огромную пустыню Сахары, то вот здесь вот на западе Сахары, вдали от человеческих вообще существ, находится очень странное такое сооружение, которое называется Глаз Сахары. И вот этот паренек, в общем, он там пожелаем ему удачи, и вот он считает, что вот этот Глаз Сахары полностью соответствует описанию города Атланта, того самого Атлантис, того самого города, который описывал Платон, которому об этом рассказал Салон, которому Салону рассказали египетские жрецы. И вот этот вот Глаз Сахары все не дает, значит, нашему молодому морпеху спокойствия. И вот он решил, значит, забраться в европейские картохранилища для того, чтобы ответить на вопрос, а существовало ли, знали ли люди в древности о существовании такого места, если да, то существуют ли карты. И вот он забрался в эти карты, и оказалось, что история Африки, ту, которую мы знаем, друзья мои, ей не 11, не 15 тысяч лет, не 10 тысяч лет, а всего лишь 500. Итак, если вы хотите со мной вместе посмотреть, значит, карты Африки 1580 какого-то года, добро пожаловать. Итак, дорогие друзья, перед нами карта 1554 года. Нам кажется, что этот период времени, в это время там жили недоразвитые люди. Нет, на самом деле это был очень пик развития нашей цивилизации, особенно европейской цивилизации. В которой в то время были уже 9-летние медицинские учреждения, процветала аюридическая медицина, школа авиацины, был двойной бухгалтерский учет, и уже по всему миру бороздили корабли, снабженные всеми необходимыми средствами. И вот посмотрите, карта 1554 года, которая описывает Африку, причем описывает Африку удивительным образом. Во-первых, здесь, смотрите, нарисован глаз Сахары, а вместо самой-то Сахары нарисовано такое место, которое называется Либия, которое представляет из себя просто какой-то цветущий сад. Мало того, что здесь вот сидит еще где-то в месте под названием Монакулей какой-то одноглазый паренек. Что это за одноглазый паренек и как такое могло случиться? Вот еще копия этой же карты в другом музее. Посмотрите, здесь сидит тот же самый паренек, вот, и здесь просто цветущий сад на месте современной Сахары. Потому что вот она, современная Сахара, то, что мы видим сейчас, выглядит именно вот так. А то, что было там 400, сколько лет, там 450 лет назад. Посмотрите, ребята, 450 лет назад нынешнее время. Эх, были люди в прошлое время. Вот доверять этому картографу мы не имеем права. Он был очень образованный немецкий картограф. Вот, мы сейчас посмотрим его работы. И его книги, карты прожили 24 переиздания, потому что они были верные. Ими пользовались, так сказать, морепроходцы. Вот еще, друзья мои, его карта. Это, напоминаю, вот та карта, которую мы с вами видели, это 1554 год. И, казалось бы, в это время только-только открыли Америку, как оба на. Посмотрите, пожалуйста, насколько в это время уже европейцы, то есть понимали, где находится Европа, Азия и Африка. А также уже, смотрите, как рисовали Америку. Посмотрите, Америка вся уже открыта практически. Открыт залив, вот этот вот большущий мексиканский залив. Но, посмотрите, что находится на территории современной Северной Америки. Видите, там какие-то нелады, там что-то неладное. Там как раз, где находятся большие озера, там как-то там вот нарисована, видите, такая штука. Вот еще карта, это карта не этого картографа, а другого картографа. Причем она нарисована, посмотрите, Европа, вся эта карта, она нарисована верх ногами. Как бы центр этой карты находится где-то в другом, смотрите, на каком-то непонятном месте. Все верх ногами, то есть мы видим итальянский сапог, который здесь нарисован. Мы видим Грецию, которая находится сейчас в левом верхнем углу. Вот она там, да, Европа. Вот Англия, смотрите, находится Англия. Почему, значит, картографы того времени рисовали все это? Причем, смотрите, рядом с Англией находится Треб... 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 Айберния. Арбенья, Арбенья, господи, прости. Арбенья находится. Что это за Арбенья? Почему вдруг вся эта карта нарисована вверх ногами, извините за выражение, да? И почему еще рядом с Англией находится огромный какой-то континент с реками, с горами, вот, о которых люди знали, а мы, к сожалению, уже почему-то нет. Значит, вот еще одну карту обнаружил паренек наш. Это карта 16 века, вот, которая описывает Северную и Южную Америку. Посмотрите, пожалуйста, как выглядело в 600 году нашей эры Америка, Южная Америка и Северная Америка. Посмотрите, дорогие друзья мои, вот, доверять этим картам, к сожалению, мы не можем. Вот, карта это, другая карта, извините меня, это карта 1554 года, уже другого картографа, какого-то там тоже немца, там, др-др-др-др. Очень похоже на карту Вилдмиллера, которую мы с вами очень много рассматривали, да? Вот, она тоже описывает, там, жизнь в Евроазии. Причем, посмотрите, здесь на севере, там, где на карте Вилдмиллера находятся северяне, вот эти вот, да, находится Руссия Алба, Руссия Алба, которая соседствует со Скифией, и на севере между Руссией Албой и Скифией находится Московия, у которой есть выход к Черное море, и причем, вот, в Каспийское море, как я понимаю, здесь вот, с правой стороны, с левой стороны, в углу, это начало Каспийского моря. А вся эта Финляндия, которую сейчас мы знаем, ее тогда еще не существовало, вместо на нее находилось вот это удивительное, оставшиеся в живых еще, наверное, остатки людей, которые назывались Скифы. Мы видим удивительные формы Индонезию, мы видим Индию, которая представляет из себя сейчас континент, а раньше представляла из себя множество-множество-множество вот таких вот островов, которые тоже похожи на карте Виннмюллера 1500 года. Но все-таки давайте мы набросимся с вами и посмотрим, вот, 1554 год, литография, смотрите, литография. То мы с вами смотрели карты, а это уже найдено литографией. Один в один, значит, это место, и вот оно показано в месте, которое раньше называлось Нергения какая-то, значит, вот этот вот глаз Сахары, который называется сейчас глаз Сахары. Вот, карта, обнаруженная им, тоже приблизительно где-то в этом периоде времени. Смотрите, какое огромное просто русло Нила. Смотрите, абсолютно сейчас не такое, которое вот показывается на этой карте. Да, и, конечно же, огромное количество рек, которые протекали в том месте, где сейчас находится Сахара. И указано то самое озеро, огромнейшее озеро, самое большое озеро в мире, которое когда-либо существовало под названием Чад. Мы сейчас, ребята, об этом поговорим. И вот здесь вот с западной стороны этой карты мы видим, смотрите, тоже какое-то образование, горы вот эти вот. И тут такое тоже озеро небольшое, которое соответствует как раз тому месту, где и находится глаз Сахары в настоящее время. То есть, насколько все это было давно, насколько все это было недавно, решайте, друзья мои, сами. Значит, как часто происходят катастрофы, вот, и меняют, что меняют катастрофы в нашей жизни, происходят ли какие-то там глобальные изменения. Давайте мы посмотрим сейчас на карту, которая была написана на 200 лет раньше, на 220 лет раньше. Итак, Каталанский атлас, 1375 год. Посмотрите, Каталанский атлас, огромный атлас, сделанный арабами. Вот, он тут показывает Европу, показывает, значит, Балтийское море без Ладожского озера, да, показывает густонаселенную тут север, юг, густонаселенную Азию, все такое прочее. Ну, мы, сейчас нам будет интересно обратить внимание, вот, друзья мои, на Африку. И в том месте, где находится сейчас Сахара, находится огромное просто количество городов. 1375 год, Каталанский атлас. Посмотрите, что Йолы-Палы находится в Сахаре. В этом месте правит православный царь, самый богатый человек в мире до сих пор, который построил вокруг своего царства огромное количество православных храмов. Их вот можно посмотреть, их можно увидеть, каждый из них уже нельзя посетить, потому что все это покрыто слоем песка. Но мы видим здесь очень правильно нарисованы горы, да, северной Африки. И видим очень странное вот такое сооружение, тоже, смотрите, идет река, 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 которая делает вот такой вот круг, да, который и описывал Платон, которому и рассказывал салон, которому и рассказывали египетские монахи, значит, откуда они все пошли. Пошли они все из православной церкви, и в этом месте, где сейчас находится глаз Сахары, мы видим, что находится как раз какой-то город. Значит, кто это такой, что это за кинг Муфаса, Манса Муса, он правил огромной империей, которая в то время называлась империей Мали, Мали Империя. Православный царь, вот, черный, который сейчас, если верить, он в то время был самый богатый человек на планете, у него было приблизительно 400 миллиардов долларов на сегодняшний день. Он был богаче Илона Маска, богаче Безоса, богаче Билл Гейтса и богаче всех остальных других людей. Но свои деньги он, правда, тратил не на то, чтобы летать в космос или, значит, покупать очень дорогих проституток, он строил храмы. Вы посмотрите, какое огромное количество было построено православных храмов, и весьма возможно, кто-то говорил, где-то я читал, что он и построил Софию, которая находится сейчас на территории Турции. Потому что для кого? Для своих подданных, которые торговали, которые имели в Стамбуле свой кусок земли. И вы знаете, что в Стамбуле все государства имели там небольшой свой какой-то кусочек земли. Там до сих пор есть голландский район, тут до сих пор есть разные-разные-разные там районы. И в разных районах Константинополя вы можете увидеть разные архитектурные здания, построенные в разные-разные времена. И, скорее всего, этот кинг Муса, вот этот вот богатый, он имел свои представительства во всех больших городах и строил там православные церкви. И, может быть, и святая там София и все такое тоже построено. Значит, интересная карта, которую нашел этот паренек, называется Фра-Маурео, мировая карта, 1450 год. Понять, что тут нарисовано, довольно сложно, ребята мои. Потому что в качестве полюса этот человек выбрал Египет. Почему он выбрал вдруг Египет? То есть, если мы посмотрим сейчас вот на эту карту, которую можно увидеть в музеях там каких-то, то мы увидим приблизительно, вот она, центр, значит, находится где-то, что это, Аравийский полуостров. Сейчас тот Аравийский полуостров, который мы знаем, где тоже ничего хорошего нет, вдруг является центром мира для картографа 1450 года. Вот, если это все чуть-чуть подвинуть и придвинуть, и вот так вот все это расположить, то мы увидим, что 100 лет до того, как была написана карта немецкая, вот появилась у нас, друзья мои, вот такая вот карта, в которой тоже мы видим. Посмотрите, что происходит, давайте мы сейчас глянем чуть-чуть, что у нас происходит в Европе, в Европе чуть-чуть. Давайте посмотрим, как в этот период времени люди видели Европу. Посмотрите, прекрасно нарисованное Черное море, Каспийское море. Посмотрите, все заселено, все, 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 огромное количество рек. Да, мы видим Балтийское море, которое имеет огромное просто количество островов, буянов, все такое прочее. И северные города, которые здесь Руссия-Алба и Скифы населяют тоже. В общем, если вы увидите, то тут никакой там Финляндии, Шмерляндии еще нет. И причем, посмотрите, как заканчиваются восточные берега человечества нашего, Евразии. И мы видим Индонезию сейчас, вот она прямо на карте. И мы видим Индию, которая, как и в картах через 100 лет, тоже не представляет из себя континент, а представляет из себя огромное-огромное количество островов. Посмотрите, они тянутся, тянутся, тянутся на всем, на всем этом протяжении. Причем мы видим, что Австралии нема. Ади Австралии. Люди, что вы сделали с Австралией? Как, что ж так стыдно? Так вот, друзья, посмотрите, Африка. В Африке в 1474 году нарисовано маленькое пространство, которое называется Сахара. Вернее, ну, как пустыня. Да, пустыня. А, все остальное, посмотрите, что тут творится. Все остальное, все то, что сейчас покрыто песком, все это заселено огромным количеством людей. Огромным количеством людей с огромным количеством храмов, всяких городов, с огромным озером Чад. Вот, и если мы посмотрим вот сюда, вот, на западную часть, мы тут увидим тоже, смотрите, озеро какое-то, да, на котором тоже находится город. Город-городов. Посмотрите, что тут творится, ребят. Посмотрите, что происходит в этот период времени в Африке. Мало того, под Африкой еще находится какой-то субконтинент. Может быть, это Антарктида. Я не знаю. Но, посмотрите, как заканчивается Африка. Африка в тот период времени, 1475 год, она не заканчивалась, как сейчас, острым таким углом. Понимаете, она до какого-то момента, она обрублена просто. Нет вот этого южной ее части, где там находится Южноафриканская республика, да. Все это просто обрублено до какого-то времени, и с этого места идут острова, 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 острова. А через буквально 120 лет мы уже, друзья мои, этого не видим. Вот еще более подробная карта тоже этого времени. Это 1470 какие-то года. Я так понимаю, что эту карту нужно перевернуть вот так вот. То есть, ее, она тоже так нарисована, что Африка нарисована вот так вот сбоку. То есть, ее нам надо как-то вот так вот перевернуть и посмотреть. Но сейчас давайте себе представим, что вот это Средиземное море, понимаете. А вот это вот Нил вверху, вот Нил течет, он так перпендикулярно карте. Поняли, вот так вот течет. Это Нил течет в Средиземное море. Вот, неважно как эта карта, почему она именно так нарисована, почему она именно так изображена. Мы видим огромное количество храмов в том месте, где нам, ну и хочется посмотреть. Вот оно, посмотрите. Находится огромнейшее озеро, огромное количество городов, огромное количество мест, где жили люди. Вот, посмотрите, это же просто замки, замки, существовавшие до нас тысячи, ел и пал и лет, цивилизаций. Посмотрите на эту замечательную карту. Смотрите. И опять же, вот в этом месте, тут находится у нас, смотрите, вот озеро Чад. Да, что это такое, друзья мои? Мне само интересно все это полистать, тем более, что подоспела карта, обнаружена. Герардус Меркатор, или Птоломейская карта, которая была перерисована в 1578 году. В 1578 году кто-то перерисовал карту Птоломея, которая была нарисована там буквально еще до рождения Христа. Посмотрите, пожалуйста, на формы земли. Посмотрите, рядом с Англией находится тот самый остров, который до этого мы не могли с вами прочитать. Посмотрите, где находится Черное море, где находится Балтийское море, где находится Финляндия. А Финляндии и не видать. Где же, где же Барбацуца, Барбацуца не видать. Вот, посмотрите, посмотрите. Индонезия, да, справа у нас внизу. И опять же Индия. Посмотрите, что континент Индии нет как такового. Там находится огромное-огромное количество островов. Вот, и карта 1300, да, это 300 или 500? 1578 год, которая описывает реки в том месте, где прямо сейчас находится пустыня Сахара. Значит, 1564 год карта. Посмотрите, какая замечательная, прекрасная карта, в которой уже нарисованы и Северная Америка, и Южная Америка. Причем, посмотрите, что происходит с Северной Америкой. С Северной, между Евразией и Северной Америкой вообще нет прохода. Там, где сейчас находится Охотское море, там, где сейчас находится Камчатка, ничего этого нет. Люди спокойно туда-сюда переезжали, переходили. И буквально за несколько десятков лет вся Америка, смотрите, во что превратилась, дорогая моя публика. Посмотрите, где Флорида? Флориды и нет. Вот как выглядит Африка уже к этому времени. Посмотрите. Абсолютно изучен Север. Полностью известно в Севере, потому что в этот период времени, помните, что был оптимальный климатический. Оптимальные климатические были условия. И была очень замечательная, классная погода. Посмотрите, 1580 или 65-й год. 65-й год. Посмотрите. Что происходит? Что происходит? Люди добрые. Как же это так? Что это такое? Ну и, конечно, вот эта вот карта Мюллера, Велс Мюллера, которую мы с вами уже много-много раз смотрели. Для тех, кто не знает, напоминаю, существует карта 1505-го года. Вот ее рисовали, 50 лет рисовал ее вот этот вот замечательный картограф Мартин Ван Змюллер. И она, эта карта была одобрена на всемировом конгрессе религий, которая прошла в 1460-м каком-то году. Вот. Мы долго изучали здесь европейскую часть, но тоже можно пойти посмотреть и африканскую, в которой всего лишь 400-500 лет назад, смотрите, описано огромное количество городов, огромное количество рек и, конечно же, река Ча. Так вот, если теперь мы спросим наших ученых, да, мы скажем, дорогие наши ученые, послушайте, вы голову перченые, что нам голову перчите? Вот огромное количество карт, нарисованные арабами, немцами, голландцами, которые плавали там, торговали во всем мире, где нарисована Сахара? Что вы нам скажете по поводу Сахары? Вот что они говорят. Наконец-таки обратили внимание и говорят, что да, когда-то на месте пустыни Сахары жили огромное количество людей, животных и выращивались растения, но это было 5000 лет назад. Да ты что, точно, Сахара 11000 лет назад была вообще классным местом, где были травы, росли реки, там все, когда-то все это было. Но это было 11000 лет назад. Да ты что, если мы сейчас посмотрим карту, нарисованную итальянцами, которая называется Библиотека Эстенса Модената, итальянская, посмотрите, 1502 год, которая описывает как раз плодородные места. Посмотрите, плодородные места, которые тут вокруг Италии, с которыми Италия торговала. Посмотрите, во-первых, мы увидим на месте Сахары огромные просто поля распаханные, которые там, наверное, люди жили тысячи-тысячи лет под Сахары. Посмотрите на Аравийский полуостров, ребята, посмотрите, что тут происходит. Все зеленое, там все выращивали, там выращивали огромное просто количество, извините меня, еды. Смотрите, в это время уже было известно о засеянных полях Южной Америки, с которыми итальянцы уже в то время тихонечко-тихонечко приторговывали. Вот, ну и посмотрим, если мы на север, то и на севере мы увидим, посмотрите, что здесь происходит. Тоже засеянные пшеницами какие-то поля, которые сейчас, конечно же, таковыми не являются. Но нам интересна Африка, да. И вот если мы увидим в Африке, посмотрите, что тут происходит. Это же невероятно просто, ну как можно было такое все придумать. Гляньте, огромное количество названия портов, названия городов, посмотрите, ребята, вы понимаете, что такое невозможно придумать? Это невозможно придумать. Причем все эти города, все эти названия, они соответствуют другим картам, которые нарисовали там немцы, нарисовали те. Смотрите, мы видим, что здесь находятся христиане, здесь живут какие-то люди, у которых красно-бело-сине-полосатые флаги. Кто это за люди? Зеленая Сахара, наконец-то соглашается в 2013 году, MIT-технология, после того, как они отправили туда спутники, наконец-то спутники они запустили. Но пришли к выводу вот какому. Все равно, то ли 11, то ли 5 тысяч лет назад Сахара была зеленая. Но спутники не врут. Оказывается, древнее мегаозеро находится до сих пор под песками Сахары. Даже сейчас, там где-то глубоко под песками Сахары находится до сих пор озеро Чад, которое выглядело вот так. И вот нам MIT, америкашки, значит, предоставляют нам вот такую вот карту, как раньше выглядела Сахара. И посреди Сахара они рисуют озеро, которое называется Озеро Чад. Насколько это озеро огромное и правда ли это, правда или нет. Да, оказывается, если туда отправиться и начать там копать, 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 и все это копали, копали, копали в 2015 году, и вдруг выкопали скелеты там всяких огромных просто ископаемых рыб и различных живностей, которые жили в этом. Значит, насколько это озеро огромное. Посмотрите, у нас существует в Америке Фингерлейкс, 5 таких озер. Они называются Фингерлейкс такие, да, вот они. Вот я жил вот здесь вот в районе, в Рочестере, как раз внизу Антарио, озеро Антарио. Оно делится там чуть-чуть Канады, чуть-чуть Америки. Так вот, общая площадь этих озер составляет 94 тысячи квадратных мили. Это просто огромная сумма. Но озеро Чад, его размеры составляли 150 тысяч квадратных миль. Еще раз, 94 тысячи квадратных миль составляют 5 озер пресных в Америке и Канаде, а озеро Чад было размером 150 тысяч квадратных миль. И вот, 1915 год, университет Королевского Лондона приходит к выводу, что все это случилось, то есть это озеро исчезло и покрылось песком за всего лишь несколько сотен лет. Но, гад, произошло это 15 тысяч лет назад. А как же карты? Нет. Все это быстро покрылось каким-то песком, но все это произошло 15 тысяч лет назад. Но некоторые говорят, что это произошло 5 тысяч лет назад. Да что ж вы, ученые-то, голова печеных. Вот же карта, на которой это нарисовано. Его же нельзя было придумать, вы понимаете? Нельзя было пойти и нарисовать, там, перерисовать. Откуда, даже если бы и кто-то и перерисовывал эту карту, понимаете? Название городов, все, живут себе люди и радуются. А потом всего лишь за несколько сотен лет все это перестает существовать. Вот эта карта, которую нам дают американские ученые, А вот карта, которая нарисована в 15 веке. Как такое может быть? Спросите вы меня, а мы вместе с вами спросим ученых. Ученые разводят руками, разводят ногами и убегают. Но куда бы они ни убегались, все равно Смит Массониан Университет наконец-таки выторговал у Пентагона несколько, значит, спутников. И пролетели эти спутники не над Украиной и Россией, где они сейчас все там роем летают, а пролетели над Африкой, где нашли остатки трех древнейших рек, которые вытекали, текли и впадали в Средиземное море. Там бы шо, но это ж давно произошло или недавно? Мало этого, палеонтологи, которые копают в Сахаре аж до самой земли, вдруг находят места, по которым люди когда-то мигрировали, как они считают. Они считают, что там люди, но в каком-то месте мигрировали постоянно. То, что там были дороги, и по этим дорогам могли ездить, не знаю, там огромное количество слонов, которые там перевозили огромное количество товаров. Вот этим ученым в голову не приходит. Но, тем не менее, докопавшись до этих мест, они говорят, блин, тут много-много, а под пешком, зараза, такие есть места, где раньше люди туда-сюда ходили. 150-й год нашей эры, 150-й год нашей эры, мировая карта Птоломея. Посмотрите, ребята мои, это карта Птоломея. 150-й год нашей эры, через 500 лет уже после того, как Греция начала приходить в себя в порядок, первая начала, значит, всю цивилизацию переобувать. И посмотрите, что и как выглядел мир в 150-м году нашей эры. Вот. И, конечно, если мы посмотрим на Африку, то мы увидим, что в 150-м году нашей эры люди вдруг почему-то рисовали. В Африке огромное-огромное количество рек. Тех самых трех рек, которые сейчас нашли при помощи орбитальных станций, станции ученые. Вот она, карта Птоломея. Птоломейская карта. Почему здесь не нарисованы остальные все миры? Потому что в этот период времени еще были темные века мировые, потому что это был период, когда рухнул бронзовый век. Такие, друзья мои, дела. Вот оно, это место замечательное. Я хочу пожелать удачи этому пареньку, который вот здесь, вот на западе Сахары, сейчас в совершенно беднейшем месте, ищет и бьется и доказывает, что этот глаз Сахары есть не то иное, как описанный город Атлантиды, который затерян сейчас. Вот, но под конец еще покажу найденное совсем недавно тоже карту, причем карту Римской империи. Римская империя, оказывается, очень прекрасно знала географию Северной Африки. Если мы здесь посмотрим на Северную Африку, здесь у нас есть города, здесь у нас есть горы, и римляне называли горы, которые находятся на севере Африки, Атлан. То есть не является ли это место той самой Атлантидой, если горы, из которых текли реки, которые создавали вот этот вот глаз Сахары, и называются Атлан. Атланы, вот это место, где сейчас, ну просто пипец, ребята. А вот приблизительно как раньше все это могло выглядеть с точки зрения современных ученых. Атлас, там называется Атлан, горы Атланы, а здесь называются горы Атлас. Атлас. Вот они эти горы, которые сейчас до сих пор есть, там вообще никакой живности нет, а стрелочка нарисована как раз то место, где и находится это удивительное место, которое называется глаз Сахары. И не является ли вот эта вот карта, которая рисует, смотрите, какой замечательный, прекрасный город, который там когда-то существовал, богатый, прекрасный, с храмами и местами, которыми правил вот этот вот самый-самый богатый царь. Ну и под конец хочу вам показать карту Перерейса. Вот это карта Перерейса, которую все на нее смотрят, потому что здесь нарисована северная часть Атлантиды, как раз всей самой южной части нашей планеты. Да, тут Южная Америка вдруг касается, нет никакого прохода между Южной Америкой и Атлантидой, и туда вдруг Антарктикой, господи, Атлантида, Антарктикой. И там мы видим и реки, и слонов, но если мы посмотрим на правую сторону, то мы видим здесь карту, которая описывает западную часть, то на этой карте Перерейсона, мы можем увидеть западную часть Африки со слониками, вот смотрите, с играющими там на каких-то музыкальных инструментах арабами, вот, и вот этим местом, смотрите, где как раз и находится сейчас тот самый глаз Сахары. Да, интересно, я сам офигел, вот она эта карта Перерейсона, если вы не видели ее, она, вот с левой стороны, вот это вот контуры Южной Америки, а вот это вот все, это уже контуры самого южного континента, причем этот континент еще даже не покрыт ледяным покровом. Вот, в качестве серединки на золотой перинке здесь выбран как раз вот непонятное какое-то сооружение, почему центром всем этим является центр Атлантического океана, тоже никому ничего не известно. Все-таки, друзья мои, ну и под конец, конечно же, давайте ответим на вопрос, что это такое, почему в месте под названием Аргуэне, чуть-чуть в месте, где находится там Эфиопия, которая сейчас находится совсем не там, где она находится, вот, но в месте под названием Аргуэне сидели такие большие, огромные люди, которые были одноглазые. Что это за одноглазые люди? Неужели одноглазые люди жили? Конечно, друзья мои, скорее всего, нет. Скорее всего, путешественники, которые туда приезжали, были массово обмануты, потому что им сучали черепа слонов. старые черепа слонов. Если мы посмотрим на череп слона, то можно, конечно, подофигеть, потому что мы увидим такой один огромный-огромный глаз, вот такой вот, казалось, да, там, где находится хобот, у слона на черепе находится, смотрите, такое огромное отверстие, которое очень-очень легко принято за глазное, за сросшееся глазное отверстие. Вот, а если у этого слона еще этот череп старый, вот, то можно спокойно этот огромный-огромный череп принять, конечно же, за череп единорога, что и делали древние греки. Посмотрите, вот как древние греки приблизительно рисовали вот этих вот одноглазых циклопов, вот, потому что чего нет, можно спокойно-спокойно из Африки привести этот череп и перед каким-нибудь концертом про Одиссея, который убивает этого одноглазого циклопа, демонстрировать черепа вот этих вот огромных животных. Все, дорогие друзья мои, всего хорошего, увидимся, ну и под конец новость, о которой я не могу сказать, дочка министра обороны Украины купила там какие-то апартменты где-то там, в общем, за очень-очень много денег, в общем, ладно, но чего я хочу об этом вам сказать, потому что фамилия дочки министра обороны Украины Анастасия Стейнхаус. Так что фамилия Резников, друзья мои, как-то очень мало подходит к современному министру обороны Украины. На самом деле, Украина сейчас обороняет человек по фамилии Стейнхаус. Что это за фамилия? Наверное, немецкая, скорее всего, да, какая-то древняя, наверное, ну, не нам решать. Всего хорошего, пока, увидимся скоро, да, увидимся, наверное, в ближайшее время. Всего хорошего, до свидания, читайте молитву и записывайтесь, конечно, на уроки про наямы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok